Мы живем в прекрасное время, господа. Еще совсем недавно 8-битная приставка Dendy будоражила наше воображение, а теперь 64-битные компьютеры просчитывают бесконечные уровни в Майнкрафте. Прогресс дошел и до самодельщиков, и сейчас мы можем с вами наблюдать закат 8-битной эпохи. Приветствую всех на канале Паяльник ТВ. В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать, почему разработка под АВР уходит в историю и нужно переходить на STM32. Для этого я возьму две отладочные платы. Первая плата это OpenM128 с камнем от Mega128, которая будет представлять семейство АВР, а вторая отладочная плата Nucleo G071RB, которая соответственно будет представлять STM. Понятное дело, сравнивать 8-битные АВРки с топовыми 32-битными STM-ками не имеет никакого смысла. Это как сравнивать теплое с мягким. Однако ST запустила новую серию микроконтроллеров G0 с ядрами Cortex-M0+, главной целью которых как раз спихнуть АВР с помощью невидимой руки рынка со своего нагретого места. Особенностью новой серии является отличное отношение производительности к энергопотреблению при минимальной стоимости. Там даже восьминогий представитель есть – STM32G030. В описании к видео я оставил ссылочку на статью с сайта Компел, где можно поподробнее почитать про особенности G0 STM. Там можно найти ответы на вопросы, которые могут у вас возникнуть. Представлять новую серию будет отладка Nucleo G071. Давайте сразу глянем на сравнительную таблицу параметров из даташитов. Объем флеш-памяти одинаковый. При этом ST имеет 36 кБ RAM против 4-х у АВР. Максимальная частота по паспорту – 16 МГц у от Меги 128 против 64 МГц у STM. У STM имеются встроенные часы. 4 таймера у 128 Меги против 14 у STM. И вот это уже существенный плюс. При этом у STM один из таймеров 32-битный, а два могут работать на частоте 128 МГц. По периферии у АВР классические E2C SPI UART. У STM-ки ЦАП, HDMI CAC, USB Power Delivery Controller, а также несколько E2C SPI UART. А один из SPI можно сделать E2S. АЦП обладают большей разрядностью и максимальной частотой дискотизации. Заявлено энергопотребление АВР выше в несколько раз. Что мы проверим? А стоимость? Стоимость АВР более чем в два раза выше. При этом STM обладает дополнительными фишечками в лице DMA и USB Power Delivery контроллера. Если кратко, DMA или Direct Memory Access – технология прямого доступа к памяти, минуя центральный процессор. Его главная задача – это передача данных на аппаратном уровне между памятью и периферией, либо из одной области памяти в другую, либо из периферии в периферию. Матрица шин позволяет одновременно ядру выполнять код из флеш-памяти и производить обмен данными по DMA, что снижает нагрузку на процессорное ядро, тем самым увеличивая итоговую производительность. USB Power Delivery – это технология, реализуемая в блоках питания и устройствах для повышения питающего напряжения USB интерфейса. Втыкаете устройство в блок питания, который поддерживает эту технологию, он пытается достучаться в устройство и спросить, умеет ли оно Power Delivery. Если устройство умеет, то блок питания повышает напряжение. В используемом G071 микроконтроллере есть такой контроллер. То есть, если его поставить в устройство с аккумуляторным питанием, то можно развести платку таким образом, что заряжаться она будет от USB, но быстрее, используя Power Delivery технологию. При этом вам не надо городить отдельный контроллер для этого. Это прям очень круто. Давайте немного погоняем отладки и для начала посчитаем число P. Да, я буду использовать тот самый алгоритм из P-теста. Для измерения времени я буду использовать GPO-контакт и осциллограф, сигнал на котором будет появляться перед расчетом и отключаться после расчета. Проведем два теста. Первым запустим оба микроконтроллера на частоте 16 МГц. Для VR это максимальная частота, а для STM нет. Поэтому проведем еще дублирующие тесты на частоте 64 МГц для STM. И посмотрим на результаты. 500 знаков после запятой АВРка считала в течение почти 30 секунд. STM на частоте 16 МГц справилась с тем же заданием за чуть меньше чем 6 секунд. 1000 знаков и 114 секунд против 22. При тактировании от 64 МГц STM улучшила свои показатели до 2,7 секунд соответственно. Вычислительные преимущества у STM просто налицо. Теперь попробуем протестировать скорость памяти. Создадим в RAM и Flash памяти массив из 1000 элементов. И попробуем в цикле FOR его считать в переменную. АВР с этим справилась за 2,6 мс при чтении из Flash и 1,8 мс из RAM. Показатели STM при частоте 16 МГц Flash 0,67 мс RAM 0,66 мс при частоте 64 МГц RAM 0,224 мс и Flash 0,254 мс с выключенными ускорителями. Для ускорения работы с Flash памятью у STM имеется так называемый буфер предвыборки и кэш, который можно включить. При этом работа с Flash памятью ускоряется при работе на высоких частотах, как это показывают тесты проведенные мной, так и инженерами команды ST. Существенный прирост скорости дает именно буфер предвыборки. Кэш дает минимальный прирост. Теперь проверим энергопотребление. В активном режиме показатели АВР 10,7 мА. У STM 2 мА при работе от 16 МГц и 10,3 мА при работе от 64 МГц. При этом во время простоя ток у STM уменьшался до 1,2 мА и 8,3 мА соответственно. Показатели потребления можно уменьшить, применяя энергосберегающие режимы. Для сравнения включим самые энергоэффективные режимы Power Down в АВР и Standby в STM. Показатели потребления упали до 340 мА у АВР и 1,5-2 мА у STM, что было уже на грани точности моего мультиметра. Проанализировал стоимость контроллеров на рынке, я убедился и в отличии стоимости. АВР действительно стоит дороже в большинстве магазинов. А в тех, где стоимость выше, STM необходимо покупать под заказ, из-за того, что сами микроконтроллеры этой серии вышли на рынок совсем недавно. Самая наглядная получается разница в официальной цене и на маутере. Ждем STM за полбакса. Обещают подвезти. Подведем итоги. STM дешевле и имеются разы богаче периферийные возможности. При этом на порядок работает быстрее, чем АВР. Само программирование на STM не особо-то сложнее, но такое же простое. Программирование STM упрощается наличием большого количества примеров работы с различной периферией. Генераторы кода, например, КубМХ, с помощью которых можно быстро и наглядно сконфигурировать проект, а дальше продолжить работу над ним в удобной для вас среде. Причем такой подход к программированию распространяется на все продукты ST. И уж если говорить на чистоту, я сам не решался работать с STM-ками до недавнего времени. Но как только вы начнете, разница в сложности между АВР и STM сразу сотрется. Король умер? Да здравствует король! Пиши в комментарии за АВР-Т или за STM. А также не забывай ставить лайк этому видео и подписываться на канал Паяльник ТВ, чтобы не пропустить новые интересные видео. А с вами был Андрей. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!